Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гордость всех жителей региона, вклад в наше будущее, защита от исторического беспамятства. В Самаре на фасаде театра драмы появилась памятная доска артисту Николаю Михееву. На торжественном открытии присутствовали губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, руководители самарских театров, актеры. Николай Михеев снимался в таких культовых фильмах, как «Тревожные ночи в Самаре» и «Вечный зов». И 20 лет играл на сцене самарской драмы. Подробности биографии великого актера театра и кино в нашем сюжете. Его вклад в искусство трудно переоценить. Он снимался в фильмах «Тревожные ночи в Самаре», «Вечный зов», «Таз уполномочен заявить», «Хлеб имя существительное» и «Ермак». В Самаре на фасаде театра драмы увековечили память актера театра и кино. Участника Великой Отечественной войны, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР Николая Михеева. Он играл на сцене самарской драмы 19 лет. С 1970 по 1989 годы. «Нашему театру повезло. Много лет Николай Александрович работал здесь, на нашей сцене. Была сыграна масса самых ярких ролей. И в этом году, когда появилась инициатива установки «Немориальные доски» в честь Николая Александровича, мы посмотрели и наш театр, и дом, в котором он жил. И коллективно приняли решение, что лучшим местом для доски будет все-таки стена родного для него театра драмы». В этом году исполнилось 100 лет с дня рождения Николая Михеева. Памятную доску создал тольяттинский скульптор Дмитрий Власов. А инициатором ее установки стал житель Самары, поклонник творчества Николая Михеева Андрей Фатенков. Рассказывает, ему повезло, видел маэстро на сцене в спектаклях самарской драмы. «Это, конечно, высший пилотар был актер. Выдающий, если что говорить. Он был очень убедительный в своих ролях. Очень. Когда бабушка посмотрела фильм «Вечный из окна», как я терпеть не могу этого Михеева. Говорит, слушай, ну ты же ни Михеева не будешь. А это Демьяна и Нюцина. Значит, он достучался от твоего сердца». В торжественном открытии памятной доски приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, руководители самарских театров, актеры. «И, конечно, я думаю, что истинный могучий талант Николая Александровича Михеева раскрылся именно здесь, на Куйбышевской, Самарской сцене, благодаря гению Петра Львовича Монастырского. В этом нет у меня сомнений. А воплощение на сцене Николая Александровича Михеева, они, вне всякого сомнения, вошли в золотой театральный фонд не только нашего региона, а всей страны и мирового театрального искусства». Артист был особенный. В жизни он был очень закрытый человек. Такое ощущение, что он как бы включал энергосберегающее состояние для вечернего спектакля. Николай Александрович ходил как бы вот сгусток энергии. Но зато мне посчастливилось, я встретился с ним в одном спектакле, где я играл его сына. Вот здесь я получил в полной мере его эмоции и отцовскую любовь. После театра драмы Николай Александрович до самой смерти служил в театре «Самарт». Он играл главную роль в спектакле «Поминальные молитвы». Умер артист в 1993 году. Виктория Шара и Николай Епифанов. События. В России продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента, которые пройдут в марте следующего года. В соответствии с федеральным законом, действующему главе государства необходимо набрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. При этом на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысяч. Активно собирают подписи и в Самарской области. Ранее выдвижение Владимира Путина поддержал губернатор Дмитрий Азаров. А сегодня свою подпись поставила глава города Элина Лапушкина и лидера общественного мнения. Подробности в нашем сюжете. Генерал-лейтенант Вооруженных сил России Анатолий Шиповалов пришел в главный офис регионального отделения Народного фронта, чтобы поставить свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы президента самовыдвиженцем. Мне пришлось быть в больших новостях. Я смотрю, как вникают в сегодняшние вопросы, особенно в вопросы специальной военной операции. Я думаю, тяжелый нож это делал. Но он молодец, я скажу, до мелочей вникает по всем направлениям. Глава города Елена Лапушкина тоже поставила свою подпись в поддержку действующего президента. Я искренне благодарна этому человеку, нашему президенту, за все, что делается в нашей стране. Я благодарна ему за национальные проекты, я благодарна ему за единение, я благодарна ему за то самосознание, которое он у нас самих разбудил. Действительно хочется жить и гордиться нашей страной. Сбор подписей в поддержку Владимира Путина продлится до 25 января 2024 года. Желающих поддержать действующего главу государства приглашают в главный офис Народного фронта по адресу город Самара, улица Ленинская, 202. Офис работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Выходные дни – 1, 2 и 7 января. Вы можете в офис прийти с паспортом, это занимает буквально 2 минуты, и поставить свою подпись для того, чтобы поддержать курс нашего правительства. Напоминаем, что голосование на выборах президента России пройдет в стране 15, 16 и 17 марта 2024 года. Досрочно проголосовать можно с 25 февраля по 14 марта. Галина Топилина, Константин Головин. События. И большими картами, и комплексно. В 2024 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект протяженностью 26 километров. Проект плана ремонтных работ был сформирован осенью и неоднократно обсуждался и дорабатывался. В том числе и с ресурсниками, чтобы заранее продумать вопросы синхронизации работ по ремонту и перекладке инженерных коммуникаций на этих участках. Какие дороги будут отремонтированы, расскажем в нашем сюжете. Обращение жителей и представителей общественных организаций, предписание прокуратуры и БДД, интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта, инфраструктурная значимость и текущее состояние. Вот по каким критериям в первую очередь специалисты выбирают, какие дороги ремонтировать в Самаре. Поэтому в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе обновят 21 объект общей протяженностью 26 километров. Три участка сделают комплексно. Один из них – улица Елизарова в границах между улицей Победы и проспектом Металлургов. Жители оставили множество обращений о необходимости проведения ремонта, поскольку рядом объекты социальной сферы. Там два сайдика, там военкомат, поэтому заделаем и тротуар, и дорогу. Тем более участок там не такой большой. А на улице Чернореченской комплексные работы приурочены к масштабному благоустройству. На участке от Владимирской до Спортивной будут преображать бульвар по нацпроекту «Жилье и городская среда». Планируется открытие реконструированного в рамках нацпроекта «Культура» здания кинотеатра «Россия», который станет домом муниципального театра «Молодежный». Поэтому важно, чтобы и дороги, и тротуары соответствовали обновленной территории. Понимаете, есть где будет погулять, допустим, с детьми, ну и так людям пожилым. Я за рулем, что я с детства, всякие дороги видел. Ну, когда дорога хорошая, приятно ехать, душа радуется. На улице Чернореченской специалисты также планируют все воздушные линии электропередач перенести под землю. Комплекс надремонтируют и улицу Куйбышева в границах улиц Венцик и Вилоновской. В этом году ресурсники перекладывали коммуникации под улицей, и часть работ по восстановлению благоустройства уже выполнили. В 2024-м предстоят ремонтные работы, чтобы привести в порядок весь оставшийся участок улицы, которая так любима горожанами и гостями города. Вопрос целесообразности тех или иных видов работ один из ключевых. Бюджетные средства не тратятся впустую, если в этом нет необходимости. Специалисты также поясняют, при комплексном ремонте от фасада до фасада обновят не только автодороги. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень. Помимо этого, как и на всех остальных участках в разных районах города, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными. На каждом этапе работ по нацпроекту традиционно муниципальными службами будет осуществляться контроль. За это будет ответственным заказчик, департамент городского хозяйства и экологии, и его подведомственное учреждение МБУ «Дорожное хозяйство». В составе МБУ лаборатория, кураторы с специальным образованием, которые будут следить круглосуточно за ходом проведения работы, также будут отбираться керны, также будут привлекаться общественники к приемке работы. 18 объектов отремонтируют картами свыше 100 погонных метров захватом всей проезжей части. К таким объектам относятся участки улиц Нововокзальной, Врубеля, Садовой, Алматинской, Силовой, 4-го проезда, Зубчининовского шоссе и другие. Независимо от вида ремонта, если после фрезерования старого полотна дорог будут выявлены ослабленные места основания, их усилят. Уже в третьей декаде января планируется заключить два муниципальных контракта. Таким образом, задолго до старта нового дорожно-строительного сезона подрядные организации будут определены, и у них будет возможность подготовиться к предстоящим работам. С перечнем объектов, запланированных карточному и комплексному ремонту в Самаре в рамках дорожного нацпроекта в 2024 году, можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Стеклоомывающая жидкость для автомобиля. От ее качества зависит безопасность езды, а также здоровье водителей и пассажиров. Важно, чтобы она хорошо чистила, не оставляла разводов, а главное, не замерзла. Как выбрать средства, расскажет Ксения Баканова. Валерий Корешков – автомобилист с 30-летним стажем. Однажды в пути с ним произошел досадный случай. Закончилась стеклоомывающая жидкость. Пришлось покупать средства на обочине дороги. И все бы хорошо. Однако здесь Валерия ожидал неприятный сюрприз. Я даже не стал спрашивать никакие документы, сертификат качества, так как мне надо было ехать дальше. Я просто купил эту незамерзайку, залил в бак для жидкости. И через 15 километров во время движения она у меня просто замерзла. И как таковые дворники у меня перестали работать, очищать лобовое стекло. Это был урок на всю жизнь, рассказывает мужчина. Средства в непроверенных местах он больше не покупает, да и другим не советует. А чем руководствуются при выборе стеклоомывающей жидкости другие водители? Я беру в магазине. Пусть она немножко дорогая, там 198 рублей, но зато она эффективная. Я работаю водителем. И от качества незамерзайки здоровье зависит и мое, и пассажиров. Они говорят, что она до 30, до 40 градусов держит. А на самом деле она может замерзть при 20, и машине будет конец. Поэтому я на это дело не надеюсь. Или водкой заливают чистой, или если есть, спирт. Не жалею. Для моей классики она 2004 года, потому что с ней шутить нельзя. Я, как правило, выбираю что-то такое среднее. Например, сейчас что-то из того, что стоит 200 рублей. И по поводу запаха, как попадет, запах вторичен. Главное, чтобы она работала по своему прямому назначению. Нужно брать в проверенных и надежных местах. В одном и том же месте, когда берет человек, он уже знает. Поэтому даже если будет некачественный товар, я знаю, что я приеду сюда и скажу, что я его скупил, некачественный товар. И они мне, по всякому случаю, как компенсируют. В принципе, при идеальных условиях, да, этикетка должна качественно наклеена. Там ровно, да, так не отрываться. Крышка должна быть, соответственно, чтобы она видно, что она упакована, там, скажем так, в заводских условиях, не в кустарных. Запаху, в принципе, не должно быть. Никакого. Ну, если, конечно, не будет добавлен какой-то ароматизатор. Все-таки у меня в машине еще ездят дети. И не дай бог они надышатся непонятно чем. Будет не очень хорошо. Потом отравление, голодные боли. Поэтому только в специальных магазинах. Для продавцов незамерзайки сейчас самый сезон. С яблоком, апельсином и даже дыней. На прилавках магазинов выбор огромный. Обычно изготовители берут за основу изопропиловый спирт. Вещество резко пахнет. Однако и это можно исправить. И чтобы вот этот запах перебить, производители добавляют всевозможные отдушки. Поэтому мы обращаем внимание для потребителей, чтобы люди не боялись, если открывают стеклоомывающую жидкость и идет резкий запах, так это наоборот подтверждение того, что товар качественный. А вот недобросовестные производители часто используют метанол. Спирт относительно дешевый, обладает хорошими моющими свойствами и не имеет запаха. Однако представляет опасность для жизни человека. Но есть один нюанс. Что изопропанол, что метанол не являются полезными для нашего здоровья вещества. Запах у них резкий. Это неприятно. У некоторых действительно особо чувствительных людей может наблюдаться головокружение и от того, и от другого. А слепнуть от того, что в незамерзайке находится метанол, нельзя, если ты ее не пьешь. Слепнут люди от продуктов превращения данного спирта в организм. Специалисты отмечают, лучше приобретать незамерзайку только в специализированных точках продаж. Перед покупкой нужно внимательно читать состав и не стесняться попросить документы, гарантирующие качество товара. А в некоторых магазинах продавцы даже предлагают понюхать средства. Итак, мы купили три вида незамерзайки. На заправке, в магазине и на обочине дороги. Сейчас будем проверять на морозоустойчивость. Предварительно мы разлили их по емкостям. Кто выдержит испытание холодом, узнаем уже через несколько часов. Ну что, с нашим испытанием справились только два образца. Незамерзайка из магазина, из заправки не подкачала. Она не замерзла. А вот третий образец подвел. Даже в морозильной камере бытового холодильника незамерзайка с обочиной дороги замерзла. И тут уже выбор за водителями. Экономить и надеяться на свой страх и риск, либо покупать в проверенных местах и ехать с комфортом. Ксения Баканова, Галина Топилина, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Сотрудники Самарского линейного отдела полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте при силовой поддержке бойцов ОМОН, областного управления Росгвардии, в рамках оперативного эксперимента с поличным задержали нелегальных торговцев раками. Полицейские установили, что трое граждан торгуют раками на рынках Самарской области и Москвы. Задержанными оказались 50-летний житель Пестравского района Самарской области и проживающий в Большечерниговском районе Самарской области 69-летний отец с 37-летним сыном. Полицейские изъяли у злоумышленников 37 мешков с живыми речными раками в количестве свыше 10 тысяч штук. Общим весом более 420 килограммов на сумму более 600 тысяч рублей. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемых обнаружены изъяты еще около 400 килограммов живых раков, находящихся в специальных бассейнах. Также в подсобных помещениях у одного из подозреваемых обнаружены запретные орудия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Изъятые раки выпущены в естественную среду обитания. Далее, коротко о других темах дня. С 1 января 2024 года в России вводятся новые штрафы за перепланировку квартир. В случае незаконной переделки они возрастут до 2-2,5 тысяч рублей для физических лиц. Для юридических штрафы составят от 40 до 50 тысяч. По словам экспертов, за такое правонарушение собственнику квартиры может грозить от инспектора предписания, по которому владелец жилья должен будет узаконить перепланировку или вернуть все в исходный вид. К концу 2024 года в России могут разрешить использовать БУ-запчасти при ремонте по ОСАГО, рассказали во Всероссийском Союзе страховщиков. В течение полугода будет готов список деталей, которые можно безопасно использовать повторно. Затем вопрос обсудят с регулятором и Минтрансом. В Союзе также предложат Центробанку ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО. Стоит зафиксировать максимальную цену полиса, например, не выше 25 тысяч рублей, и убрать тарифный коридор, считают автостраховщики. Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием детей. В Челновершинском районе в этот четверг улетел в кювет школьный автобус ПАЗ. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. Автобус съехал с дороги после того, как в него врезалась Лада Калина под управлением 26-летней женщины. В момент аварии в автобусе находилось 8 детей. Никто из них не пострадал, уточнили в полиции. Городской проект «Школа вожатых» начинает обучение подростков для работы в детских лагерях. В этом году произошел самый большой набор – 105 участников. Учениками становятся ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Подробнее о проекте в нашем сюжете. Юлии Кумариной 15 лет. Она учится в 9 классе и готовится к выпускным экзаменам. С 10 лет Юля занимается волонтерством и входит в региональную команду активистов, первые на Волге. Недавно она решила пройти обучение в городском проекте «Школа вожатых-2024». Это много новых знакомств, опять же таки. И та атмосфера, в которой я работаю, в которой мне комфортно и приятно. «Школа вожатых» открыла свои двери для новых учеников. В этом году произошел самый большой набор. Освоить профессию захотели 105 человек. Обучать ребят будут педагоги, которые на протяжении пяти лет готовят подростков к работе в детском лагере. Это очень приятно, когда ты слышишь прекрасные отзывы, всегда со страхом, с таким легким волнением. Отправляешь ребят, например, в другую организацию помочь или отправляешь с другими коллегами в лагерь. Но потом они приезжают счастливые, довольные и рассказывают, какие знания хорошие мы дали ребятам, насколько они успешные, все у них получается. Занятия начнутся с 9 января следующего года и будут проходить пять месяцев. Для получения сертификата ученики школы должны будут сдать экзамен и разработать детскую игру на определенную тематику. Темой этого года стала финансовая грамотность. Лучших выпускников трудоустроят в летние лагеря при помощи молодежного центра «Самарский». Даже если ты не будешь аниматором или ты не будешь педагогом, ты все равно будешь понимать, по какому принципу, каким законам строятся отношения в коллективе. И это тоже тебе поможет в жизни. Подростки во время своего обучения проходят мастер-классы. От настольного тенниса до столярного дела можно освоить даже элементы рукопашного боя. Мне кажется, что это очень интересно, ведь человек должен развиваться в разных сферах для себя и не стоять на месте. Школа вожатых – не просто место, где обучают профессии. Это целое комьюнити, где ребята могут попробовать себя в разных направлениях и стать наставниками для своих ровесников. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Поломеев. События. Новогодний праздник для детей-участников СВО прошел в администрации Железнодорожного района. Его организовал Государственный фонд «Защитники Отечества». Как развлекали детей и какая помощь оказывается семьям бойцов в нашем сюжете. С собой детей веду, а как только поверну, всех сейчас переломлю. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Праздник под таким названием прошел в администрации Железнодорожного района для детей-участников СВО. Организовал его Государственный фонд «Защитники Отечества». Наталья привела сюда восьмилетнюю дочку Веру. Всего у женщины трое детей. Но старшей дочке новогодние елки уже не интересны, а младшая до них еще не доросла. Наталья говорит, приглашение на елку стало приятной неожиданностью. Хотя с администрацией района находятся в тесном контакте и чувствуют поддержку. От администрации, конечно, помощь большая оказывается. Как бы и курируют нас очень хорошо. Что интересуются нашими проблемами, делами. Также стараются их решать, эти дела наши. За каждой семьей участника СВО в администрации закреплен куратор. И для чего куратор нужен? Для того, чтобы максимально учитывать все пожелания и те потребности, которые возникают у членов участника СВО. Вопросы могут быть абсолютно различные. И социального характера, и жилищно-коммунального характера. Различные кредитные, оформление кредитных каникул. Помощь юриста, помощь психолога. Здесь, конечно, мы взаимодействуем с различными организациями, различными направлениями. И специалисты из других департаментов, министерств, других отраслей нам помогают, помогают активно семьям участников СВО решать их проблемы здесь и сейчас. На празднике повеселились все. Не только дети, но и их мамы, бабушки и дедушки. Участников новогоднего представления ждали танцы, песни, интерактивные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. И, конечно, сладкие подарки. Но главное, признаются они, ощутить заботу и поддержку. Андрей Бессонов, Виктория Шара, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Учебный центр «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Трамвайно-троллейбусное управление гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату. Полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. В трамваях и троллейбусах требуются также кондукторы. Сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». До 21 января в Самарской области будет действовать особый противопожарный режим, напоминает телеграм-канал Октябрьского района. Запрещено использовать пиротехнические изделия бытового назначения выше второго класса опасности, за исключением специальных площадок. Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках. При покупке обязательно нужно прочесть инструкцию. Сотрудники администрации Кировского района продолжают исполнять мечты ребят, о которых они рассказали в своих письмах на елке желаний. Акция призвана помочь детям-инвалидам и подарить им немного новогоднего волшебства. В роли дарителя ежегодно принимают участие предприятия, организации, депутаты, различные объединения, неравнодушные жители. Традиционный фестиваль елочной игрушки «Новогоднее чудо» в этом году побил все рекорды. Организаторам поступило более 200 авторских работ. Каждая уникальная здесь вся палитра красок, разнообразие текстур, материалов и в каждую вложена частичка души, пишет телеграм-канал Ленинского района. На этом выпуск завершен. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok